То есть я вам сделаю некую формулу. Многие из вас чувствуют внешнее изобразительное пространство, но в результате некой трансформации вы переходите от внешнего пространства во внутреннее, которое чаще называется человеческой психологией. Мои учителя меня не учили фотографировать, я учился сам. Мой учитель Малышев научил меня гораздо большего, чем фотографировать умение общаться с людьми. Вы не думайте, я с вами сейчас говорю на нормальном русском языке, ясном и понятном, без всякой вульгарности. Вы не думайте, что на войне в армии я не знаю их языка, что в их среде я не знаю их язык, а я знаю. Если бы я не был музыкантом и художником, я бы не смог бы общаться с музыкантом. У них свой язык, у художников свой язык. Балет на среде свой язык. Поэтому очень важно научить общаться с людьми, это самое важное, самое сложное. А снять это не самое сложное. Как выучили свои? А? Правительские учения снять или как? У меня была 6 лет назад студентка первого курса Вика. Она снимала всех своих героев либо в спину, либо сбоку. Я говорю, Вика, ты боишься людей. Да, я боюсь людей. Вика, этого быть не может. Я ее взял, я ее нашел кем. Учиться снимать надо системно. Не лишь бы снимать там дедушку, бабу. Вы ищете серьезную тему. Социальную, экологическую. Исследование экологическое, социальное, психологическое. И театр снять не можно. То есть моя студентка, значит, написала тема социальной жизни в современном искусстве. Я говорю, это тема великолепная. Но нужен ход какой-то. Я настал снимать сцены и спектакли. Она нашла мужа и жену во Владимирском театре. Молодые актеры. Я настал снимать сцену, сцены и спектакли. Я говорю, Милана, это не социальное тело. А какая социальная тема? Жизнь в театре и театр жизни. Они в жизни ненавидят. Они поссорились. А в театре, на сцене они вынуждены играть героев-любовников. Но для этого нужны две стилистики. Стилистика подсмотренности, экспрессионизма жизненного в жизни. И стилистика юмора на театральной сцене. Она сняла великолепно. Две идут стыки. Их ситуация любви в реале и в нереале. Ненависть в реале и в нереале. И нереаль сценическая, она смешная. В реале жизненная, она жуткая. Ясно о чем вы говорите? Война, школа, родильный дом. Я знаю, тюрьма и счета. Это не тема, это место съемки. Это некая изобразительная фактура, это некие герои. Но можно найти какой-то вход. У меня все темы имеют название, что у тебя есть. Дальше, давай. Потому что я там месяц был. Месяц. А за месяц смогли и убить. Смогли и приехать. То есть у меня ушло три недели для того, чтобы кто-то меня принял к себе. Любой из нас, тем более спотоаппарата, в том замкнутом, в паростростном, что вы на виду. Все знали, это убор в законе. Это Васька из Пятой. Это старый, это вот начальник, это отранок. И вдруг какой-то придурок с фотоаппарат. Самый жуткий был. 1 мая 1988 года меня выписывали оттуда. Я стою у окна. Там полито, а вот на расстоянии стена. Это карцер. И вдруг я слышал, а по мне идет разговор. Там выходит фотограф. Ты видай Маляву. На, ты что-то знаешь, кто такой. Я кого-то снимал, и мишку. Ты скажи, пусть на нем не делай. Пусть фотограф просто снимает. Я кого-то снимал. Я администрация. Я дорог в законе там кого-то. Я кого-то снимал. Я всех загадываю. Пусть на тюремный путь, а я обо мне знали. На четвертый день все. Мои телефоны, где я езжу, сколько у меня детей, сколько у меня жил. Все здесь. Я уязвил. Я не могу сейчас езжать на войну. Я уязвил. Меня приедут к стене и сказки. Кто знает, держится в твою жизнь, не хватит. Не выдашь, как удача, 10 мешок с деньгами. Я выдал все. Поэтому я не могу ехать, я уязвил. Американский фото-журналист, она и знает свои организации. Человек до 30-35 лет, он не женится. У него куча подружек, друзей, но он независим ни от кого. Если его прижимают, то он хочет, выдаст. Но если есть жена, дети, мать или чего-то, то все. Они женятся в 30-40 лет, отзаводятся семьей, рожают детей, имеют деньги, свое дело, то этого они делают люди. А у нас на первом курсе девушка выходит в 18 лет замуж, в 18 она рожает, в 19 она разводится. В 22 года она снова выходит замуж. А в 30 начинает гулять заново. И отзвольтится. Что? В 30 начинает гулять. И слава богу. И слава богу. В 30 лет есть такие тетки, но понимаете, очень мало, с нормальными мозгами. Отчаяние. И ненависть и отчаяние. Вот причина. Вот сцена, из-за которой начался путь. Потому что без голосования с осужденными в этой системе есть свой язык. И то, что говорят по телевизору заключенные, заключенные в постлагерях, а в тюрьмах осужденные. И любое слово заключенные, это обидные для них. Они вас не пустят дальше никуда. То есть надо дать особенную специфику языка, чтобы не обидеть никого. Я буду говорить громче. Слышно сейчас, нет? Подожди, я могу стать громко. Там не слышат, ты один. Идите ближе. Идите ближе. Посадите с на пол, на стол, в стул пожмите. Значит, это везение. То есть снять убийство, похороны, побег за месяц. Это ЧП. Это бывает одно из этих добытий раз в мост. Если, пожалуйста, ты это предыдущий в бане и не расстреляешься. Просто администрация не согласовала, что в банный день я приду снимать в бане. Я явился, не предупреждаясь, сразу спал в счет. Сразу ворок законник. Он говорит, это что за предыдущий, начался бог. То есть вот издает уже, кто ему пришел, мы согласились и не довольны. Есть права человека, если не абсолютно права. Поэтому вы должны иметь знания юридические, знания психологические, уметь ладить везде. То есть я сам же и уладил эту ситуацию. Уладил, знаете-ка. Духа Зевица быстро догадаетесь. Как в этой ситуации фотограф мог уладить эту ситуацию? Абсолютно верно. Я взял и разделся сам. Говорит, ну идем, сейчас мы тебе попарим. Они меня попарили в лицах, чтобы больше я к ним не ходил. Все. А юночек, извините, было бы щепой. Было бы полный. Поэтому... Ты уже это не снимал, пока мы не походим. Потому что там я просто принципиально отказал аппарат в сторону, чтобы они видели, чтобы не было дальнейших уродей. Я очень боялся, что ищет аппарат. Кто там стоит, под полками, подождает. Он сидел и охранял мысль аппарата. Пока я ушел за другой. Мощный я. Да, вот моя ошибка здесь. Быстро давайте. Кто скажет, в чем я ошибся, смотри. Вот я вообще не вижу. Нет. Достаточно ее фигуры. Кстати, это дочка начальника тюрьмы, которого вы выбрали. Извините. Общие снимать надо было. То есть, ваша задача номер один. Вы идете снимать что-то, вы едете куда-то. Если вы не нацелены на одну фотографию, в которой что должно быть максимум информации? География, этнография, образ жизни людей, время, культура, все. Если у вас нет такой задачи, вы классные фотографии, алиаборизон, вы снимете никакой. Вы будете снимать фрагментарно. Так, средний, крупный план, будут какие-то серии. Но чтобы было нацелено, не вздумайте думать, что вы идете на митику куда-то, и вы сделаете стоки. Вы должны быть нацелены на одну фотографию, не искать ее, искать сюжет. Вы должны нажимать на кнопку минимум два раза. Это я говорю уже свои секреты. То есть, Слава знает, он учился у меня. Два раза зачем? Горизонтальный и вертикальный. Слушайте внимательно, я не договорюсь. Два раза минимум, минимум два раза. Горизонтальный и вертикальный. А вдруг нужна обложка? А вдруг нужно разворотки сделать? Горизонтальный и вертикальный, вертикальный и горизонтальный два раза. Если время, и ситуация позволяет вам, вы должны снимать до упора. Подъезжай, отъезжай. Вот здесь я нажал раз пять или шесть, а по большому счету надо было забраться на горку и снять в околе тюрьма озеро Географии. Это Средник, а это Африка, это Юкославие, где это? Надо было показать деревеньку, мельницу там и так далее, и так далее. То есть, надо быть нацеленным, чтобы в вашем снимке в одном снимке было максимум информации. Если этой цели нет, вы шедевр не сделаете никогда. Давай еще.